Ирина Марковская Здравствуйте. Я рада приветствовать вас у нас в студии. Скандинавская ходьба, здоровый образ жизни, это все набирает очень популярные обороты у нас в регионе. И вы тому подтверждение. Вы приехали сюда с особой миссией. Расскажите о цели вашего приезда. Нас пригласила Ирина Терещенко, руководитель общественной организации «Клуб НАО» «Скандинавская ходьба». Я пригласила с целью провести судейство на соревнованиях на первых арктических по скандинавской ходьбе и провести семинары двухдневные для подготовки инструкторов для округа. Соревнования первые арктические по скандинавской ходьбе уже прошли. Расскажите. Впечатлений масса. Было очень весело. Было очень здорово. Повезло с погодой. Был огромный азарт и интерес со стороны людей. Соревнования прошли, я считаю, большой успех, потому что порядка 80 человек мы зарегистрировали. И из этих 80, порядка 60 пошли на 5 километров, а 18 человек прошли десятку. И надо сказать, что все участники ходили очень технично, выдерживали технику скандинавской ходьбы. И мы заметили, как здорово все обучены. То есть подготовку наших любителей скандинавской ходьбы оценивать на отличие? Да, довольно-таки сильная. А вам часто приходится судить соревнования такие? Да, довольно-таки часто. Дело в том, что мы у себя в Петербурге проводим минимум 4 крупных соревнований городских, на которых участвует от 200 до 300 человек. То есть у нас уже довольно-таки большой опыт. Первые соревнования были проведены лет 5 назад. Собрали тогда совсем небольшое количество, порядка 70 человек. Для Питера это очень мало. А сейчас объемы растут, интерес растет, людей все больше и больше, соревнования становятся более массовыми и более интересными. В том числе и для спортсменов. Я думаю, что для нашего региона 80 человек это, по-моему, замечательный результат. Это очень хорошо. Мы не ожидали. Расскажите немножко о том, я понимаю, что ваша вторая цель это семинар, это обучение инструкторов. Расскажите, как это проходит, кто эти люди, которые будут преподавать на сандинавском ходьбе? У нас семинар сейчас небольшой, всего 6 человек. Но мы все равно очень рады, потому что каждый человек, он пойдет, выйдет на какие-то площадки и будет обучать правильной скандинавской ходьбе. И люди самые разные пришли на семинар. Это и сфера медицины, это и у нас юрист есть, который пришел учиться. Это и просто пенсионеры разного возраста. И все они хотят потом, впоследствии, быть инструкторами, то есть учить людей, передавать грамотно правильную технику ходьбы, работать с здоровьем людей, которые будут обращаться и приходить на занятия. Семинар ведется 2 дня, он очень насыщенный. Мы делаем очень много практики на занятиях, различные упражнения, различные комплексы, гимнастики для оздоровления всего организма, для спины, для позвоночника. И, конечно, большое внимание уделяется технике скандинавской ходьбы, потому что мы обучаем не просто вот нордик-волкинг, а мы обучаем оригинал нордик-волкинг. То есть это техника, которая приближена к естественной ходьбе человека. Дело в том, что человек, он умеет с детства ходить. Потом с годами мы приобретаем множество каких-то зажатостей мышечных и начинаем ходить иногда даже не очень красиво. Там короткий шаг, руки не работают, плечи зажаты, потом начинает спина болеть, потом шея. Человек превращается в такое полубольное существо, которое все время терпит боль. И как раз скандинавская ходьба, она очень здорово помогает при всех этих проблемах. Но при условии, если человек получил урок от инструктора, который грамотно поставил технику. То есть за счет правильной техники снимаются мышечные напряжения, тело начинает правильно работать, руки, ноги, корпус. И происходит общее оздоровление организма. Очень здорово. Как быстро можно обладать этой техникой? За два дня это реально принять все эти навыки? Я бы так сказала, что за два дня даются основы, а потом, конечно, надо нарабатывать, много работать, много ходить, тренироваться, пробовать, следить за собой. Потому что человек так устроен, что ты на человека смотришь, подсказываешь, он делает правильно. Как только глаз отошел в сторону, человек возвращается в свой стереотип, который он наработал за эти годы. Ну и, соответственно, тренировки должны быть последовательные. И все время надо работать и с техникой, и с процессами тренировочными. То есть можно сказать, что скандинавская ходьба, это правильная ходьба, естественная. Это правильная, естественная ходьба. То, как человек должен, в принципе, ходить в обычной жизни. Да, в обычной жизни, да. Более того, что ходьба с палками, она имеет, как бы, большой плюс потом и в пешей ходьбе. Человек, научаясь правильно, хорошо двигаться с палками, он потом и очень красиво начинает двигаться в пешей ходьбе, в обычной. То есть появляется гармония какая-то в движении, пластика, движения становятся более мягкие, ось, спина ровнее становится, голова поднимается. Человек более прямо начинает двигаться, руки работают правильно, то есть вот зажатости, вот когда мы руки держим в карманах, как правило, после палок не хочется руки убирать в карманы, человек двигается спокойно, свободно, расслабленно. А какой роли здесь играет правильное дыхание? Нужно идти и при этом же еще как-то правильно дышать? Ну, дыханию мы специальным каким-то приемом не обучаем, потому что мы считаем, что дыхание должно быть естественно, и по мере тренированности человек, у него пульс замедляется, дыхание становится реже, что опять-таки является здоровительным эффектом. Поэтому чем мощнее человек, тем у него стабильнее и реже пульс. И это происходит естественно. Обычно тренирующиеся, они даже не замечают, что на самом деле они уже стали сильнее. Вот вы сказали, оздоровительный эффект. Это доказанный оздоровительный эффект? Действительно, вот скандинавская ходьба, она помогает организму человека? Да, конечно. Я бы так сказала, что на Западе работают институты, институты физкультуры и спорта, которые изучают влияние ходьбы на организм человека. Есть уже массы опубликованных измерений, в которых доказывается, что действительно. Ну, например, делали опыт в Финляндии, институт физкультуры и спорта в Вирае Мяке. Там предлагали походить, обвешивали датчиками человека и предлагали походить сначала просто без палок, а потом с палками. И совершенно четко прослеживается эффект. Человек, двигаясь просто, он двигается в каком-то одном пульсе, одном ритме. Когда добавляются палки, моментально увеличивается частота пульса, увеличивается дыхание и ощущение, что человек не просто работает с палками, а он бежит. Хотя это по-прежнему пешая ходьба, усиленная палками. То есть это очень интересный эффект. И я знаю, что у нас в России сейчас тоже ведутся исследования. И мы знаем, что пишутся, защищаются дипломные работы, а именно основанные на скандинавской ходьбе. Публикации особо пока мы не находим, но надеемся, что однажды будут какие-то открытия. И врачи расскажут более подробно, на что влияет скандинавская ходьба. А так, такие общие моменты, это при диабете второго типа понижается сахар в крови, укрепляются, конечно же, мышцы спины. Рекомендуется занятие скандинавской ходьбой людям, у которых есть грыжи, к примеру. А вот скандинавская ходьба, она показана людям все-таки более старшего возраста или дети тоже могут спокойно ходить? Тоже могут заниматься, ну, примерно 4-5 лет, потому что младший возраст, просто опасно, палка. Это тренажер с остреньким кончиком, и дети начинают играть. И, ну, немножко опасно, когда идут занятия совсем с малышами. Поэтому лучше не раньше 4-5 лет. И детки очень бодро двигаются, очень им нравится прыгать, бегать с палками. Есть всякие игровые формы, которые можно включать в занятия, и мы это делаем уже. И у нас даже есть инструктора, которые ведут в детских садах группы со скандинавской ходьбой. Потому что ходьба, она занимает лыжный спорт. С лыжами не всегда удобно функционировать. Это нужно снаряжение, ботинки, палки, лыжи. А здесь только палочки. Взял и пошел. И в этом прелесть. Вот, кстати, палки, да, снаряд с кандинавской ходьбой, это похожи они на лыжные палки? Просто визуально идентичны? Или это немножко все равно... Они действительно похожи. Отличие в темляке. Темляк на палках для нордик-волкинг, он более плотный. Хотя сейчас мы видели в магазинах, что... Темляк-то то, что обхватывает руку? Да, обхватывает руку устройства. И немножко отличается кончик палки. Хорошо бы показать, но у нас в студии здесь нет с собой, мы не захватили. Кончик палки, он не имеет вот такой вот круглой корзинки, которая защищает от провалов снежных. Да, она более такая легкая палочка. Часто они раскладные, потому что удобно носить, небольшого размера. Человек приехал куда-то в парк или на стадион, разложил, все сложил и пошел ходить. После занятия все убрал в чехольчик, положил в рюкзачок и уехал. Очень удобно. Да, комфортно. Если говорить о достижении эффекта оздоровительного, сколько нужно заниматься скандинавской ходьбой в день? Уделять сколько этому времени? Ну, в день от 30 минут и до полутора часов. Если вы получаете удовольствие и вам приятно, ничего не беспокоит, можно ходить довольно-таки длительные маршруты. В среднем желательно ходить не менее трех дней в неделю, хотя бы через день. Потому что все-таки ходьба с палками – это в первую очередь тренировка, так как палка – это тренажер. И с одной стороны облегчается движение с палкой, потому что палка дает равновесие, опору, берет на себя часть веса при ходьбе. А с другой стороны палка является тренажером, и она реально просто нагружает верхнюю часть корпуса, напрягает. И именно это также является тренировкой мышц. А, допустим, имеет ли смысл выйти из дома с утра и, допустим, идти до работы 10 минут? Пойти 10 минут до работы вечером тоже 10 минут? Это было бы здорово. На работу, с работы, в магазин. То есть везде, в принципе, можно ходить с палками. У нас даже был такой готовый слоган придуман – «Не тратьте свои шаги без палок». У нас, кстати, в Петербурге очень многие люди, особенно старшего возраста, которым немножко сложно передвигаться по каким-то причинам, они просто ходят везде с палками в магазин, видела неоднократно. Человек вышел, пошел в магазин, у него рюкзачок с собой. И он идет с палочками за молоком, за хлебом. У нас тоже можно увидеть таких людей, которые везде с палками. В Финляндии, кстати, тоже очень принято, очень многие передвигаются с палками. Финные вообще не одинокие люди, они не ходят группами, как у нас. И у них такое понятие клубности, оно тоже особо не присутствует. Но в одиночку очень часто много ходят, встречаются. А вот, кстати, скандинавская ходьба – это вид спорта или вид физической активности? Как это можно назвать? Ну, это вот такой вопрос непростой. Наверное, все-таки вид физической активности в первую очередь. Пока спортом назвать его нельзя. Есть стремление, потому что проводятся соревнования, и соревнования проводятся уже во многих городах энтузиастами, клубами. Но превратятся они в спорт или нет, пока сложно сказать. Потому что мы как раз обсуждали после ваших соревнований, что очень сложно прописать правила таких соревнований, потому что присутствует техника ходьбы. Если мы слишком формальны будем, может быть, мы тогда убьем интерес к этой ходьбе. Вопрос. То есть вид физической активности пока этого достаточно? Пока достаточно, да. Мне очень нравится это, потому что огромное количество людей приходит в клубы, в группы заниматься. Просто потому что это доступно, это не напряжно, это весело, это общение, и, конечно, это здоровье. Главное, удобно, действительно. Любое время можно уделить 5 минут, 10-15. А вот скажите, Ирина, сколько вы уделяете этому внимания? Я уделяю много внимания. Я веду тренировки 3-4 раза в неделю. И еще у меня бывают занятия для себя. Это 2-3 раза в неделю вечерние. Еще мы проводим походы по выходным. Это почти каждую субботу идут походы. И в походы приезжают, приходят люди со всех концов города. Это очень у нас популярно сейчас. И мы уезжаем за город, делаем какую-то логистику приятную для всех, чтобы было удобно добраться. Это метро, это электричка, это какой-то загородный автобус. Уезжаем совсем далеко за город, например, там 70-80-90 километров в лес. И в лесу ходим с палками. Маршрут подготовлен. То есть это может быть, например, маршрут к красивому озеру, к красивому роднику, к какому-то храму затерянному. Ну, к примеру. И это очень нравится. Люди очень сильно, они здорово отдыхают в этот момент. Маршрут занимает 3-4 часа ходьбы. Это может быть 8, 10, 12, это может быть 17 километров, 24. Это природа, это чистый воздух, это красивые фотографии. Самое главное, это вкусные перекусы в процессе движения. Вы так рассказываете? Вкусно, что мне самой захотелось уже к озеру с палками. А скажите, вот вы уже неоднократно упоминали о специальной технике, о подготовке. То есть человек, который просто захотел заниматься скандинавской ходьбой, взял палки, мы не можем говорить о том, что он идет правильно. То есть, в принципе, не имеет смысла самому самостоятельно заниматься скандинавской ходьбой? Ну, мы за годы выработали свое отношение тоже к этому, потому что, ну, не все хотят учиться, приходить куда-то. Им гораздо удобнее получили палочки или купили и пошли. В этом, ну, почему нет? Уже хорошо, что человек двигается, он поднял себя и пошел. Ушел от телевизора, пошел в природу, на улицу гулять. Но, конечно, лучше будет, если все-таки взять уроки, хотя бы один или два у инструктора, который научит двигаться правильно. Потому что все-таки человек, который ходит, вот он взял палочки и пошел, как пошлось. Возможно, он двигается с напряженными плечами, к примеру. А напряженные плечи – это зажатые шейные позвонки. А значит, может потом просто вот, ну, говорит, мне голова разболелась. Ну, к примеру. Все взаимосвязано. Да, все взаимосвязано, поэтому лучше, конечно, взять урок, посмотреть, что с тобой происходит, как ты двигаешься. Тренер, он подскажет, поможет, расслабит там, где нужно. Ну, действительно, это очень важно. Потому что палки – это, в первую очередь, фитнес-тренажер. И в зависимости от того, как им владеешь, ты получаешь результат обратный. Плохо владеешь, значит, будет один результат. Владеешь хорошо, будет другой результат. Потому что есть такой важный момент. Палкой нужно научиться отталкиваться. Пока ты не научился отталкиваться правильно, бывает, что даже результата никакого нет. Человек пришел похудеть в группу, он делает имитацию ходьбы с палкой. Толчка нет, приложения силы нет. Соответственно, энергия не тратится. Калории все на месте. Человек час ходил, ничего не заработал. Поэтому очень советую прийти к инструктору. Это очень важно. А имеет ли значение поверхность, по которой идешь? Будет ли прямая дорога или на холм ты забираешься? Да, имеет, конечно. То есть если это прямая дорога, это одна работа. Если это холм, это значит... На холм всегда сложнее забраться. Это как ступеньки. И когда человек поднимается на холм, он подключает еще какие-то источники энергии, больше тратит калории. Соответственно, он увеличивает частоту сердечного пульса, частоту сердечных сокращений. Идет совершенно другая работа. И, соответственно, это совершенно другая тренировка. И мы это тоже используем. То есть у нас тренировки самые разные. Они есть на выносливость, есть на скорость. Ну, к примеру. Вот вы уже упомянули о международной практике. Понятно, что за рубежом это уже развито, проводятся исследования. В России как давно существует это направление скандинавской ходьбы? Ну, я бы так сказала, что первые ласточки стали появляться 98-й, нет, 2008-2007 год. То есть это просто люди, которые выезжали куда-то на запад, видели, что там ходят с палками. Там же покупали палки, привозили сюда и просто пытались ходить. Причем учились по видео, которые выложены в интернете, там где-нибудь в Ютьюбе, к примеру. Затем интерес стал расти и расти, потому что, во-первых, точно совершенно все пошло из Питера. Вот эта первая волна, которая... Там к Финляндии ближе, они оттуда привезли. Да, потому что Финляндия и Финляндия действительно очень много ходят. Мы постоянно туда ездили, их видели. Было очень интересно, что это такое. Ну и, соответственно, сейчас вот почти 10 лет уже скоро. А вы как попали в скандинавскую ходьбу? Также ездили в Финляндию, принимали опыт? Ну, не совсем так. Как к тренерству пришли. К тренерству. У меня тоже есть своя история, как я попала в ходьбу. У меня родился сын. В довольно-таки таком возрасте уже. В женском мне было 41 год. И сын появился, а я полностью утратила форму. И набрала совершенно огромный вес. Вот там порядка 35 килограмм. И прошел год, пошел второй. Я никак не могла с ним распрощаться. Страшно начала переживать, потому что хочется же себе нравиться. И начала искать какие-то формы, ну, с помощью которых, какие-то занятия, с помощью которых я могу себе привести в порядок. С большим весом бегать нельзя. Лыжи тоже не очень нравятся. Бассейн не успевающий. Ребенок маленький. Ну, и кто-то из приятельниц предложил погулять с палками. Оказалось, что мои подруги, они просто каждую субботу выезжают на Финский залив и по песку гуляют с палками. Ну, я подумала, почему бы и нет. Меня отпустили. Я поехала на залив. Девчонки привезли дополнительный комплект. И мы походили. Я тогда ничего не поняла, что это такое. Ничего не почувствовали, наверное. Ничего не почувствовала. Ну, было интересно. Первый момент. Мы здорово повеселились, пообщались. Второй момент. Ну, было все равно интересно, что это такое. Ну, что с этим делать, непонятно. Я стала смотреть ролики. Это тоже, ну, как бы не дало какого-то понимания, что с этим делать. И в какой-то момент родилась идея пригласить инструктора, который мог бы научить. Мы об этом подумали, потому что, например, я здорово катаюсь на горных лыжах, и на горных лыжах обучают инструктора техники. А здесь тоже явно есть техника, и понятно, что кто-то должен этому научить. Мы поизучали интернет и выяснили, что вот в Финляндии есть институт физкультуры и спорта, который делает такие инструкторские курсы в скандинавской ходьбе. И в какой-то момент случился первый семинар в Петербурге. Приехал Марко Кантанева. Он на тот момент работал тренером в скандинавской ходьбе, инструктор Нордик Волкинг. И он же и являлся, ну, как бы человеком, который придумал вот эту методику обучения в скандинавской ходьбе. Марко приехал в Петербург. Он, семинар был проведен на базе геронтологического центра, санатория в Петербурге, в Пушкине. Я туда попала, к счастью. Я знала, что он приедет. Я попала. У нас было, по-моему, 20 или 21 человек. Мы были, по сути, первыми, да, первыми в России. Вот. Я хочу сказать, что из этих 20 человек по-прежнему в ходьбе, ну, половина вот инструкторов, которые тогда прошли, они очень упорно, усиленно развиваются до сих пор. Так же, как и я. Вот. Я прошла этот семинар. Это был 2010 год. Вернулась оттуда очень возбужденная и сказала мужу, что мы все делали неправильно. И выяснилась такая вещь, что мы просто, мы ходили с палками, но мы не отталкивались от палок. Оказалось, что это вот основной момент, именно толчок. То есть человек, толкаясь палкой и от палки, он получает нагрузку. И после того, как мы стали двигаться правильно, ну, вот я, в частности, у меня очень быстро пошел вес вниз. Я, ну, довольно-таки хорошо себя ощущала уже через год. И так сильно увлеклась, что начала давать занятия, рассказывать, что это такое, своим знакомым, подругам, всем подряд. Остановиться уже было невозможно. Хотелось передать, да, эти знания. Да, да, очень хотелось. И муж помог зарегистрировать домен. Мы придумали название клубу «Пойдем ходить». Сначала это была английская версия «Go to walk». Потом поняли, что все-таки мы в России, зачем нам английская. И стали больше себя позиционировать, как клуб «Пойдем ходить». Сейчас уже клубу почти 7 лет. Он очень большой. Он имеет несколько филиалов в разных городах. Тренеры воспитаны нами. Мы регулярно даем семинары. Мы ездим, учим и в других городах, желающих стать инструкторами. В частности, как в наших. Да, спасибо, что пригласили. Вот. Кстати, город у вас потрясающий. Очень милый. Замечательная история, по-моему. Вот с такой же миссией вы приехали в наш город. Это будут 6 человек, 6 инструкторов, которые будут нести этот, будем говорить, спорт в массы. Да. Ну, дело в том, что здесь мы приехали тоже не на пустое место. То есть здесь проведена уже была глобальная работа. Вот и Ириной Терещенко. И люди, которые пришли на семинар, они подготовлены. То есть они подготовлены к восприятию. Вот самой ходьбы. Они уже много про нее знают. Они много умеют. Вот. И, ну, я надеюсь, что вот этот семинар, он будет таким, ну, каким-то, ну, такой очередной мотивацией сильной, которая вот люди выстрелят все, и они понесутся дальше. Потому что я много раз видела, что люди, которые начинают ходить с палками, они уже потом не могут остановиться. Это настолько вот, ну, настолько нравится сильно, настолько это приятно. И организм, он поет, когда человек походил. То есть мы должны ходить. Много. Тем более мы и так ходим каждый день. Просто нужно взять в руки палки. Ну, да. Да. Поднять себя за штирку, пойти на улицу и поработать. Ирина, спасибо вам огромное. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что ваш приезд станет действительно очень таким мощным толчком для людей, которые хотят заниматься скандинавской ходьбой. Спасибо вам огромное. Это было актуальное интервью. Увидимся.